Всем привет! Ну что, друзья, лечить нас перестали из-за, казалось бы, объективных обстоятельств. Ну, для начала я вам зачитаю пост из телеграм-канала Артема Драгунова. Я не знаю, зачем я троллю, но мне тревожно, так как опускается планка всего и вся. Я это наблюдаю уже воочию. Людей подсаживают на то, чтобы они не думали, заставляя, вынуждая. Они, люди, закупориваются в своих раковинах, отключаясь от реальности, а потом их просто жрут, как кустрица, выковыривая. Алгоритм прост. Умный мир подменяют злым миром, злому миру противопоставляют не злобный, но глупый. Нет другой альтернативы. Люди выбирают его. Глупый мир опускает планки, люди становятся управляемы, послушны, не злобны. Они просто хотят вкусно кушать, сладко пить, танцевать, любить и гулять в парках, слушая легкую, ненавязчивую музыку и посматривая легкие сериалы про все то же самое. Они не хотят думать, тем более, если речь идет о злом мире. Все. Это я к чему? К тому, что когда первые блогеры, аналитики какие-то начали бить тревогу, говоря о том, что последствия ковида, последствия ограничений, связанных с ковидом, будут очень серьезные, они в своих прогнозах не ошибались. Первый такой важный итог коронабесия, так называемый, это резкое увеличение смертности. И при том смертности не от самого заболевания, которое, конечно же, имеет место быть, но не в таких масштабах, чтобы они могли бы привести к тем последствиям, которые сейчас наступают. Я уже говорил в предыдущих своих видео, что у меня, например, в городе, где я проживаю, да и не только из разных мест приходят новости о том, что скорую люди ждут по трое суток. У меня в основном взрослая аудитория на канале, и вот скажите мне, пожалуйста, когда на вашей памяти было такое, чтобы в городе скорую ждали трое суток? Лет пять назад, например, да даже пару лет назад еще. Такая задержка с приездом бригады скорой помощи вызвала бы просто шок и была бы предметом разбирательства прокуратуры, например. Сейчас же, как в соответствии с зачитанными мною в начале словами Артема Другунова, люди становятся управляемы, послушны, не злобны. Они не хотят думать. Вот если вы не в курсе, то я вам сообщаю. В Германии, например, против ограничений, связанных с коронавирусом, в Берлине вышло около месяца назад миллион человек протестовать против этих ограничений. Германские доктора, профессора сейчас проводят расследования, есть ролики в интернете о том, каковы реальные последствия этой так называемой пандемии, какие реальные последствия от ношения масок. Роликов много есть в интернете, но я вам ссылочку в описании оставлю на какой-нибудь, посмотрите, оцените. И оцените, соответственно, пост из телеграм-канала «Мой протест», я вам ссылку на него тоже оставлю в описании, по следующему содержанию. Скорая помощь Челябинской области перестает выезжать на множество вызовов пациентов сердечно-сосудистыми и не только проблемами. Документ, о котором идет речь, на своей странице во Вконтакте выложил местный депутат Роман Никитич. Бумага подписана главой Челябинского Минздрава Юрием Семеновым. Ее подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства. Согласно ей теперь на вызовы пациентов с пищевыми отравлениями, сердцебиением, тахикардии, обмороками, рвотой, болями в животе и грудной клетке в Челябинской области будет выезжать не бригада скорой помощи, а придет участковый врач из поликлиники или специального отделения неотложной медицинской помощи. То есть по факту оказание скорой медицинской помощи у нас приостановлено. Может быть не во всех регионах, но вот Челябинская область как пример. То есть не то, что вы три дня будете ждать скорую, а может быть вы ее вообще не дождетесь. К вам придет участковый врач. Как и то, как последствия вот такого состояния с медицинской помощью у нас, это естественное резкое увеличение смертности. И при том смертность эта будет связана не с ковидом, а связана она будет с вышеперечисленными мною заболеваниями. То есть инфаркты, инсульты и так далее и тому подобное. Связано это с тем, что не хватает врачей про оптимизацию медицины. Я тоже говорил в своем предыдущем ролике. А сейчас, так как защитные меры от ковида предусматривают то, что заболел доктор, и его автоматически отправляют на больничный, проверяют его на ковид и так далее и тому подобное. В итоге 20-30 процентов, где-то может быть и больше, нехватка медицинского персонала. И соответственно некому выезжать на скорых. Вот так же к этому посту есть видео с текстом. Давайте его послушаем. Скоро не ездит на такие вызовы, запретили нам. Только врач в поликлинике сегодня к вам придет и вы, пожалуйста, все к нему там рентгент, анализы. Что нам с вами делать? Мы ничего не сделаем. Что за истерика? Нам запретили, у нас есть приказ. У них есть приказ, медиков не осталось. Вот такая вот картина, дорогие друзья. Я вас ни к чему не призываю, кроме как думать своей головой и делать собственные выводы. Ну и на всякий случай, соответственно, имейте в виду, держите там, я не знаю, какой-то набор лекарств, которые могут помочь в экстренной ситуации. Но медицина, как таковая скорая медицинская помощь, в данный момент свою функцию или услугу, как это принято в последнее время, не выполняет. Предоставить она ее в должной мере не может. И судя по прогнозам, там вторую волну прогнозируют, плюс еще, естественно, сейчас началась сезонная эпидемия гриппа, ОРВИ, различных простудных заболеваний. Продлится это не меньше, чем до следующей весны, а то может и больше. Вывод можно сделать следующий, что количество жертв, которые будут в ближайшее время увеличиваться из-за неоказания медицинской помощи от других заболеваний, оно, по моему предположению, сильно превысит количество жертв от самого ковида. То есть борьба с этим ковидом, с этой так называемой пандемией, обойдется нам дороже, чем последствия самой пандемии, самого ковида. Вот такие вот нерадостные новости. Но я попросил вас распространить это видео, чтобы люди знали, к чему готовиться, запаслись элементарными лекарствами. Потому что скорая помощь, как институт, в данное время у нас не работает. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А у меня на этом пока все. Спасибо за просмотр. Всем пока.